все здравствуйте сегодня хочу сделать небольшой обзорчик вот такого вот препарата защиты почвы металлизиум фирмы профит я так понимаю это бренд если можно так сказать фирмы процветок заказывал я этот препарат на озоне значит на обратной стороне написано что субстрат для ускорения минерализации органического вещества в почве то есть по сути дела для разложения органики то есть никаких фраз о том что это биоинсектицид и так далее здесь нет вот соответственно состав циолит и посевной материал грибов рода металлизиум что такое посевной материал для меня немножко непонятно вот какие конкретно виды тоже не указаны и также не указано количество скажем так грибов колонии образующих единиц на единицу массы или объема далее там указано как его хранить как использовать значит срок хранения не ограничен то есть вот это вот конечно очень интересно дата изготовления номер партии и изготовитель ип лобков то есть эти дела тот же самый изготовитель что и предыдущего их него препарата вот этого то есть здесь единственная основа не циолит а перлит ну а так то по большому счету получается что суть примерно та же самая для начала я вот этот вот препарат металлизиум посел как то есть взял две чашечки петри с агаром в одну из них насыпал просто зерна от этого препарата вырос мукор и пеницилл вот так же там было немножечко дорожей и при микроскопировании там бактерии какие-то также были вот во вторую чашку петри я сделал экстракт из циолита и вот этим вот мутной водичкой капнул на поверхность агара и сделал так чтобы он растеклась вот здесь вырос в основном пеницилл и немножечко как видно есть мукор далее вот этот вот экстракт я уже сеял на чашки петри в различной степени разведения но здесь написано 1 к 1000 но так как я использовал не один миллилитр а 0,2 то получается 1 к 5000 значит вырос опять же мукор пеницилл и какой-то непонятный гриб белый здесь то же самое то есть пеницилл мукор и вот этот гриб и белый который скажем так в такой слизистой становится потихонечку здесь разведения 1 к 50 тысячам аспергилл вырос пеницилл и вот этот вот гриб то есть я его так идентифицировать и не смог то есть он спор не образует я вот тут соскребал пробовал микроскопировать там просто обрывки мицелия что это такое я так и не понял ну и как бы бог то с ним значит дальше что я сделал то есть в разведении 1 50 тысячам примерно получалось 50 то есть 50 процентов чашек были зарастали мукором поэтому примерно такое вот разведение я сделал для 8 чашек петри 4 из них заросли мукором 4 не заросли значит здесь вот мукор пеницилл и вот этот вот белый гриб то же самое мукор и белый грибочек мукор пеницилл белый гриб и также мукор с белым грибом то есть и тут 4 чашки мукором заросли значит и 4 чашки без мукора значит здесь дрожжи с пенициллом вот это среда собора вот этого чашечка петри здесь дрожжи как-то более активно расти начали значит здесь вот этот четыре колонии крупные это белый гриб вот эти вот две это пеницилл я все эти колонии микроскопировал смотрел проверял что к чему значит здесь тоже среда собора две колонии пеницилла и дрожжи есть и тоже чапик значит получается мукор вот этот белый гриб и это аспергилл ну что хочется значит в итоге сказать про этот препарат заявленных культур витарезия я там не нашел никаких вот просто грязь ну понятное дело что пеницилл и мукор они тоже собственно говоря ускоряет минерализацию органического вещества но это не то что нам нужно поэтому использовать этот препарат или нет у себя в городе на участке пусть каждый решает сам мукор и пеницилл они в почве присутствует всегда вреда от них не будет белого гриба надеюсь тоже дрожжи как бы в почве погибнуты и все ну как бы получается что они в общем-то циолит чем-то пропитывают потому что дрожжи там просто так не появится то есть какой-то раствор они используют единственное что идет нарушение на мой взгляд технологии производства потому что когда добавляют когда наращивают в жидкой питательной среде в специальных емкостях с аэрацией грибы там посторонней флоры быть не должно иначе она просто возьмет вверх на тем же самый металлизм он растет гораздо медленнее чем дрожжи чем бактерии и не в общем-то ничего путевого из этого не получится пропитывать этим потом циолит дрожжами как бы какой смысл на предыдущей их ней в баночке которая беленькая пычва щит ну по большому счету то же самое ничего не поменялось у них все в один в один поэтому как-то грустно у меня еще есть такой же препарат с баверией предварительно как бы могу сказать что там примерно то же самое вот я как бы еще посев с разведением не делал как сделаю будет результат тоже про него выложил обзорчик на этом все всем до свидания